МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он подчеркнул, что Москва будет и далее настаивать на реализации минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины. И напомнил о государственном перевороте Украины, так Путин называет события 2014 года. Каковы же итоги Женевского саммита Байден-Путин для Украины? На какую компенсацию может рассчитывать Киев в случае запуска российского газопровода «Северный поток-2» и стоит ли вообще об этом говорить? И какие соглашения с Украиной могут быть заключены в ходе июльского визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского? Если этот визит, разумеется, состоится. Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Валерий Чалый, посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-2019 годах. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу Марат Гельман, публицист. Здравствуйте, Марат. Добрый день. Но перед тем, как мы начнем наш разговор, сюжет об итогах Американско-российского саммита в Женеве. Я подготовлю визита украинского президента Вашингтона. 16 июня в Женеве на Вилле-Лагранж состоялась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Они обсудили, в частности, контроль над вооружениями, преследование оппозиции в России и ситуацию вокруг Украины. Об этой встрече лидеры двух стран договорились весной на фоне растущей военной напряженности на российско-украинской границе. Несмотря на объявленный Москвой отвод российских войск к местам постоянной дислокации, значительная их часть по-прежнему остается недалеко от границы с Украиной. И вероятность эскалации, заявляют, в Киеве сохраняется. После продолжавшихся около четырех часов в узком и расширенном формате женевских переговоров американские и российские президенты провели отдельные пресс-конференции. При этом Джо Байден, комментируя журналистам итоги встречи с Путиным, лишь один раз упомянул Украину. Я сообщил о непоколебимой приверженности Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжить дипломатические усилия в рамках Минских соглашений. Подписанные более шести лет назад соглашения в белорусской столице, призванные завершить вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях, как подчеркивают украинские власти, не отражают нынешних реалий. И Западу стоит поддержать их пересмотр. В том числе и о Минских соглашениях, отвечая на вопрос об Украине, говорил на своей пресс-конференции в Женеве Владимир Путин. Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затраивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать. Вместе с тем в Кремле как до, так и после женевских переговоров заявляют, что членство Украины в НАТО будет красной линией для России в ее отношениях с Западом. 14 июня на саммите Североатлантического союза в Брюсселе подтвердили данные Украине еще в 2008 году обещание предоставить в перспективе членство в НАТО. При этом, как заверили в Альянсе, конфликт на территории Донбасса не исключает возможности вступления Украины в НАТО, но Киев должен усилить борьбу с коррупцией. Украинский президент Владимир Зеленский намерен настаивать на определении конкретной даты получения плана действий по членству в НАТО. Этот вопрос, а также вопрос компенсации за запуск российского газопровода «Северный поток-2» будут обсуждаться в ходе планируемого на конец июля визита Зеленского в Вашингтон. После ввода в строй трубопровода Россия, считает Зеленский, заблокирует транзит газа через Украину, чтобы таким образом принудить Киев к диалогу с донвасскими сепаратистами. На вопрос, что бы Украина хотела получить за запуск «Северного потока-2», глава государства отвечает так. «Окончание войны, спокойствие, стабильность на территории всей независимой Украины. А когда мы говорим о стабильности, мы имеем в виду и геополитическую стабильность, и полное прекращение огня, и контроль над нашими территориями, и энергетическую безопасность». Привлечение Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования на востоке Украины, по словам главы внешнеполитического ведомства страны Дмитрия Кулебы, станет ключевой темой предстоящих украинско-американских переговоров в Белом доме. Ожидается, что в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон будут подписаны в частности соглашения по углублению украинско-американского оборонного сотрудничества, о развитии проектов в сфере исследований и испытаний, а также о предоставлении Украине помощи США в сфере безопасности. Ну вот, собственно, Валерий, смотрите, о Украине говорили на пресс-конференции и Байден, и Путин, но тем не менее сложилось ощущение, что какого-то понимания сторон не возникло по этой, как и по другим таким важным вопросам, что просто стороны остались на своих позициях. Даже когда я, например, ожидал, что будет серьезная дискуссия относительно того, что президент Байден сказал, что Украина вступит в НАТО, и даже Крым и Донбасс не помеха этому. Ну, президент Путин сказал, мы это обсуждали по касательной, но, собственно, ничего особенного и не произошло. Ну, вы знаете, Виталий, я из своего опыта знаю, что можно выбрать разный стиль пресс-конференции, и, собственно, рассчитывая на реализацию каких-то доверенностей, можно уходить от тем даже. И у меня такое сложилось впечатление, что Джозеф Байден на самом деле не просто не рассказал, то, что было там, какие доверенности. Он вообще старался уходить от многих ответов, и в конце своей пресс-конференции на такие раздраженные, я бы сказал, вопросы журналистов американских, так все-таки, как же можно характеризовать результат? И пришли ли вы к чему-то, он сказал, вы ничего не поняли, вы поймете. И вот эта вот фраза, вы поймете, и вы ничего не поняли сейчас, наверное, свидетельствует о том, что какие-то доверенности были достигнуты. Единственное, серьезные имеют доверенности. Я думаю, что они вряд ли касались Украины, потому что тут слишком расходятся идеологические подходы, наши, украинские, американские, европейские и российские. Ну и вообще понимание развития в этом регионе стратегическое. Но вот насчет Китая, о котором говорилось мало, я думаю, разговор шел серьезный. И Китай так же следил за этим встречей с точки зрения оппозиции США, насколько она сильная. То есть вот тут могут быть доверенности. По Украине, знаете, у нас ожидали, что будет либо прорыв величайший, либо наоборот провал. На самом деле все прогнозировано на сегодняшний день. Что на самом деле будут делать российские президенты и Джозеф Байден мы увидим уже в сентябре, когда планируется учение Запад-21 российско-белорусские. И посмотрим, что будет в этот момент. Сделали вывод Владимиру Путину с этого разговора и какие выводы сделал Джозеф Байден с личного общения. Марат, ну вот тут очень важно понять, а в принципе, может, Владимиру Путину не нужно было никаких выводов в особенной делах. Ему нужно было просто показаться рядом с президентом Соединенных Штатов, продемонстрировать, что с ним считаются, и сохранить статус-кво, который, мягко говоря, не очень удовлетворяет, может быть, цивилизованный мир, но может удовлетворять на сегодняшний день президента России. Ну, я не согласен с этой оценкой. Значит, мне кажется, что Байден, который провел до этого очень серьезные переговоры со своими партнерами, ни о чем не договорился и ни о чем не собирался договариваться с Путиным. То есть он предъявил свой взгляд, вот как с точки зрения европейского сообщества, было бы правильно поведение Путина. И дальше он говорит, что больше мы договариваться не будем, потому что вы нарушаете все договоренности, в том числе и подписанные, в том числе и с Украиной. А дальше мы будем действовать в соответствии с нашим пониманием, правильно вы действуете или нет. Например, мы не будем доказывать вам, что вы нарушали кибербезопасность, влияли на наши выборы. Мы, если увидим следы этого вмешательства, то мы будем действовать соответственно. Что касается Украины, ну, мне кажется, очень серьезно. То есть, в принципе, вот такая позиция, как мне кажется, то есть никаких договоренностей, а некое предъявление своей позиции, это, с моей точки зрения, позиция холодной войны. То есть они договорились о том, что обе стороны понимают, что стрелять никто ни в кого не будет, а все остальные вещи делаются, как на войне. Вы знаете, что все договора во время войны отменяются. Что касается Украины, мне кажется, это очень серьезно, в том смысле, что МИД Украины должен поменять стратегию полностью. Если до этого была позиция, что Украина пострадавшая сторона, и она взывает к миру о помощи, что вот когда вы будете договариваться там по северному потоку или еще почему-то, помните про нас, помните, что Россия агрессор, что она нарушила договора и так далее, и так далее. То есть сейчас Украина должна показать, как она может быть полезна европейскому сообществу или мировому сообществу в борьбе вот в этой холодной войне против Путина. Это, мне кажется, это требует абсолютно переосмысления. Если этого переосмысления не произойдет, то они как бы постоянно будут обижены. Будут ощущения, что их как-то обижают, их игнорируют. А там не игнорируют, там просто нет никаких больше договоренностей. Есть реальное давление. То есть это давление, условно говоря, на разрушение власти Путина. Видимо, оно будет запущено через полгода. То есть полгода Байден дает на то, чтобы Путин осмыслил без всяких договоров, осмыслил то, что он услышал на этой встрече и начал посылать сигналы, что он как бы все понял и что он теперь будет играть более какую-то конструктивную роль. Если этого не будет, то будет холодная война и Украина либо будет в стороне ждать окончания этой холодной войны, либо предложит себя в качестве одного из участников против Путина. Ну вот такая вот картинка. За полгода, Валерий, можно и Северный поток-2 достроить, кстати говоря. Может, так и хотелось бы, как господин Гельман описал ситуацию, но на самом деле все гораздо сложнее. И результаты встреч таких личных – это еще и взаимные обязательства. Я все-таки… Посмотрим дальше, мы будем видеть больше и больше подробностей этих встреч, этой встречи. Журналистика очень хорошо работает, журналисты в Соединенных Штатах будем видеть. Но у меня нет такой уверенности по поводу того, что будет давление на Россию, такое вот большое давление. Не знаю. Вот у нас, я скажу откровенно, у многих в Украине есть скепсис по этому поводу сейчас, потому что, в отличие от господина Гельмана, я считаю, что мы как раз показывали и показываем, мы сделаем вклад огромный в безопасность сегодня. Наши… Просто погибают наши люди, защищая не только Украину, но все это пространство европейское, евроатлантическое. То есть, что нужно демонстрировать? Поменять риторику МИДа и президента, у нас уже она поменялась так, как хочет господин Гельмана. Уже все заявляют, что нам ничего не надо и вообще оцените нас, возьмите в НАТО и вообще нас должны холить и лелеять. Вот этот вот подход к дипломатии не очень работает на самом деле. Особенно, если ты еще оцениваешь своих партнеров так не очень лестными словами. Поэтому сложный период для украинской работы дипломатической. И вы правильно сказали, что вот действительно сколько было санкций, сколько всего, а Северный поток строился. Да. Почему? Ну, потому что есть разные интересы в мире. Есть бизнес-интересы, есть политические интересы. И есть особенно важно, что есть адекватность шагов тому времени тем событиям, которые происходят сейчас. Поэтому с этой точки зрения, я скажу откровенно, в Украине хотели бы, не только в Украине, и в Вашингтоне, я знаю это точно, хотели бы услышать более, ну если хотите четких, даже Джозеф Байден четко говорил, может резких заявлений. Да, это бы хорошо ложилось на то настроение, на отношение к власти российской. А оказалось, пока заявления достаточно, ну не такие четкие, я бы сказал, даже где-то философские, идеологические. Вот это меня настораживает на самом деле. То есть это или будет потом действительно через какое-то время решительные, очень жесткие шаги, или же мы можем увидеть другой сценарий. Ну все зависит сейчас от того, что будет делать российское КГБ, ФСБ. Посмотрим, как они все это восприняли для себя. Как правило, я знаю с предыдущих встреч, выводы можно было сделать достаточно быстро. И то, что некоторые темы не прозвучали публично, в том числе Северный поток, вот это тоже момент, который непонятен сейчас. То есть какая позиция сейчас? Мы знаем официальную позицию США против. Ну и чтобы не прозвучало вообще ничего об этом. То есть в России это восприняли, что США закрыло глаза. Ну это правда. Вместе с американской журналистикой. Ну да. Вот такая ситуация непростая. Поэтому будем следить за действиями, результатами. Я считаю, что Джозеф Байден очень, ну все знают, очень опытный политик. И хотя президент Путин, он уже встречался с пятью президентами США за время своего президентства. Но это как раз тот случай, когда это встреча президента, где американская страна знает наилучшим образом своего оппонента. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – чрезвычайные полномочия посол Украины Валерий Чалла и российский публицист Марат Геллиман. Мы обсуждаем итоги саммита лидеров США и России в Женеве и предстоящий визит Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Мы вот говорим о визите Зеленского в Вашингтон. Действительно, это должно быть важное событие, очевидно. Особенно после саммита Байден-Путин. И на фоне того, что Вашингтон собирается в федеральный канцлер Ангела Меркли, как, кстати, говорит в «Северном потоке-2». Но мы уже знаем, по крайней мере, из американских источников, что один визит Зеленского уже был отменен якобы перед встречей Байден-Путин, потому что американская страна не была довольна тем, каким образом сместили руководство украинского «Нафтогаза». Вот этот визит на осень, с осенью на зиму. Ну, знаете, действительно, было бы полезно встретиться с президентом Украины и Соединенных Штатов до встречи в Женеве. Ну, состоялся телефонный разговор, и позиции были скоординированы. Но насчет того, как будет дальше, все может поменяться, все зависит от ситуации. Пока готовится визит, есть даты, конец июля, будем надеяться, что это будет успешно. Вот, Марат, смотрите, вы говорите о холодной войне. Вот простой треугольник. Украина говорит о том, что она хочет вступать в НАТО, об этом четко говорит президент Зеленский. Вот, примите нас в НАТО, даже, может, без плана для членства. НАТО говорит, что план для членства будет предоставлен. Президент Байден говорит, что Крым и Донбасс не помеха для вступления в НАТО. В Кремле, ну вот, это заявление сделал господин Песков на следующий же день после саммита. Байден и Путин говорят, что вступление Украины в НАТО – это красная линия для России. Как из этого треугольника выходить? Это и есть треугольник холодной войны, по большому счету, холодной войны, которая может стать горячей? Ну, насколько я понимаю, она не может уже стать горячей после этой встречи. И это очень важно. Вот. Но мне кажется, что шаги к вступлению в НАТО должны быть обязательно. Ну, то есть, я не знаю действительно, как бы, деталей вот этой дорожной карты, но Украина будет действовать. Мне кажется, я остаюсь как бы оптимистом, но мне кажется, что сразу после сентябрьских выборов мы увидим Путина, который уже гораздо более адекватный и который слышит, услышал все то, что ему сказал Байден, и он пойдет на какую-то более конструктивную позицию, в том числе и по Украине. Бывший помощник господина Путина, господин Сурков, в недавнем интервью сказал, что вот, так сказать, политическая сила господина Путина в том, что он вот, когда занимается, скажем так, дестабилизацией, но я не точно цитирую, я просто пытаюсь перевести как бы эту мысль господина Суркова, он соблюдает баланс до такой степени, чтобы всерьез не вмешались другие влиятельные игроки. Да, ну вот, то есть, дестабилизация, но до определенной степени. Да, ну это есть, и так же было военное действие против Украины. Вот мы об этом Суркове говорил. Заходили настолько далеко, насколько было возможно. Там, где оказали сопротивление, туда дальше российская армия регулярная, еще раз, армия регулярная, и это уже признал весь мир, и, кстати, признали уже Россию стороной этой войны, так вот туда не заходили. Поэтому да, с этой точки зрения я согласен. То есть, это такая политика, она, ну, я не знаю, назвать ли ее прагматичной, сложно назвать прагматичной, там, где убивают людей, но она по балансам рассматривается. То есть, есть баланс, есть какое-то достижение. И поэтому, именно из-за этого я не думаю, что подходы Кремля изменятся. Вот, не знаю, мне, как бы, господин Гельман верит в это, ну, с моей точки зрения, чудо. Потому что, наоборот, мне кажется, что вот успех этой встречи для Путина, то, что она состоялась, да, ну, что, как бы, все понимали, что это нужно России. И эта встреча почему возникла? Она возникла после эскалации на границах с Украиной. Да, все обеспокоены были. И вот получилось. Ну, почему отказываться от такого же инструмента? Давайте дальше будем разговоры вести и разговаривать, а действовать, соответственно, своим вот планом. Мне кажется, вот, это более вероятный сценарий. Ну, вот, на самом деле, это действительно, Марат, стоит об этом задуматься. Ведь Путин получил эту встречу, когда подвел войска к границе с Украиной. В следующий раз, может, ему захочется еще какой-нибудь встречи, еще каких-нибудь вот таких вот консультаций. И он будет думать, что бы он такое сделать мог бы, чтобы с ним встретили. Потому что, представьте себе, что он ничего не делает, и с ним никто и не разговаривает. Он, видя, по большому счету, никому особо не нужен. Он, извините, не Си Цзяньпин, чтобы с ним разговаривали в любом случае. Значит, дестабилизация – это его главный козырь? Ответ – да. Но я надеюсь, что Байден в своем разговоре с Путиным как раз и описал детально, какими будут дальнейшие действия союзников в случае дестабилизации, в случае продолжения вот такой политики со стороны Путина. Мне кажется, что в этом и был смысл этой встречи. То есть не попытаться о чем-то договориться. Потому что это… А просто сказать, вот в таких-то случаях мы будем действовать так-то. В таких случаях мы будем действовать так-то. В таких-то случаях, если вы, мы увидим, что вы идете на плюсы, мы будем действовать так-то. То есть вот этот открытый абсолютно план, причем этот план не от имени Америки, а от имени всех союзников. То есть очень важно здесь то, что они демонстративно совещались в коммунике. Вот именно этот план, он и повяжет Путина. Больше не надо. Дальше твои дестабилизации не будут на них реагировать встречами. А будут реагировать, ты точно знаешь как. Тебе Байден рассказал так. Я на это надеюсь. И я считаю только в этом случае этот смысл этой встречи. И так как Байден действительно все-таки именно как международник, как бы на голову выше всех, я верю в то, что было именно так. Ну вот опять же хотелось бы тоже мне так надеяться. Что мы увидим? Есть важный вопрос обмена тех, кто содержится в тюрьме в Москве. В том числе и американских. И эта тема была на экранах американских СМИ перед встречей. Ну и вы знаете, есть арестованный в Швейцарии по запросу российской стороны, руководитель компании собственно КМ-13, который систему Катюша мониториного поставляет в Кремль. И американцы считают, что он задействован там в других совершенно активностях. По запросу американской стороны. Да, да. Это было 21 марта. Говорили, сказали, что российской. По запросу американской стороны. Американской стороны. И это было давно. Но вот как-то сейчас это появилось в СМИ. Ни с того, ни с сего. Несколько дней назад. И вот я думаю, что вот этот обмен возможен. Сейчас послов вернут в столицы. Какой-то разговор будет по дипломатическим представительствам. А ведь ничего не поменялось. И очень хотелось бы увидеть после этой встречи степ-бэк со стороны, то есть шаг назад со стороны российского руководства. А смотрите, что происходит. Паспорта выдаются на оккупированной территории в Украине. Российские паспорта. Сейчас в Госдуме законопроект о том, чтобы давать такие паспорта украинцам, белорусам просто по их самоидентификации. Не надо будет ничего доказывать. Не знаю, как это российские граждане уже воспринимают. Это же как бы часть также их интереса. То, что в Крыму происходит, где огромнейшие затраты туда идут. Финансовые ресурсы. То же самое происходит на Донбассе. То есть ситуация-то не меняется. Она наоборот усугубляется. Если это не делает сам Владимир Путин и нет таких заявлений из Кремля, то это делает Госдума, которая подконтрольна полностью ему. То есть поэтому я вижу во время встречи, за день до встречи, во время встречи происходили вот эти вот вещи, которые с одной стороны вроде как усилиют переговорную позицию, да, вроде бы. Но с другой стороны я считаю, что это свидетельствует о том, что не надо питать иллюзией, что кто-то готов изменить ситуацию без реальных действий по давлению на Россию в этой ситуации. Не на народ России, кстати. Байден сказал, что он к России относится нормально, к людям в России. А вот руководство должно как-то быть более адекватное. И вроде бы как он верит, что это произойдет. Вы знаете, мы в этом смысле более реалистичны, чем украинцы, чем американцы. Потому что мы увидели, как с территории России по нам открывали огонь, по украинским селам. Мы не дали ни одного повода для этого. И поэтому мы уже не поверим словам. Никогда. То есть, пожалуйста, действуйте, выводите своих наемников, уводите технику. Вот у меня простой вопрос. Вот после таких встреч количество танков российских на территории Украины уменьшится хотя бы до количества меньшего, чем суммарно Британия и Франция имеют. Простой вопрос. Это вот хороший вопрос. После этого ничего не происходит. Да какие результаты? То есть, не стало хуже, но окей. Не стало хуже, хорошо, мы благодарны. Но давайте решать вопросы. Потому что горячий конфликт, который существует между Россией и Украиной, он уносит жизни с двух сторон. И если его оставить таким горячим, то есть, или там пробовать заморозить, то это ничего не даст в Европе, в центре Европы. То есть, какие решения? Какие решения? Где эти решения? То есть, я думаю, что США имеют этот план. Ну, я знаю, я общаюсь, я вижу, как они хотят это сделать. Но, знаете, в любом плане есть несколько сторон. И я очень хотел бы увидеть, что подход такой, который существует сегодня, приведет к результату. Потому что, на мой взгляд, к результату может привести только сильная оппозиция. Не только на словах, а в конкретных действиях. И действительно, посмотрим, если уже такой срок 3-6 месяцев, сделали шаг агрессивный, или там поступили не так, как обговаривали тему, не услышали сигналы, перешли к красной линии, получите ответ. Если этого не будет, тогда это все будет as usual. Бизнес будет, как всегда, бизнес as usual, или ситуация останется на том же месте. Ну, таким образом, мы говорим о саммите с отложенным результатом. И мы еще получим возможность не раз вернуться к его реальным итогам, о которых нам говорил президент Байден на своей пресс-конференции. Итак, мы сегодня говорили с бывшим послом Украины в Соединенных Штатах Валерием Чалом и российским публицистом Маратом Гильманом. Спасибо, что были с нами. Господа, программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Порников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Удачи, господа. Субтитры создавал DimaTorzok